Здравствуйте, товарищи копейчане! Сегодня мы в передаче урок истории продолжаем ответы на то большое количество вопросов, которые мне за последний месяц было дано и в устной, и в письменной форме, и по телефону. Значит, вот я сгруппировал некоторые вопросы, задаю такой вопрос, применительно к периоду после Второй мировой войны. Собирался ли Сталин воевать с Соединенными Штатами Америки? И собирался ли он оккупировать часть территории Японии? Вот такой вопрос. Ну, что по этому поводу можно сказать? Когда Советский Союз, спустя два месяца после окончания войны с Германией, вступил в войну с Японией, а надо признать, что мы выполнили долг перед американским президентом. Сталин обещал, начиная с Тигранской конференции, затем на Крымской конференции, он дал обязательство президенту Рузвельту помочь сокрушить главного врага Америки, Японию. Тем более, что Америка испытывала очень большие трудности, у нее еще недостаточно было сухопутных войск для борьбы с Японией. В основном флот, в основном авиация, это морская была война, а Япония обладала огромнейшей сухопутной армией на территории Китая, на территории Кореи, в Индокитае и на самих японских островах. Поэтому Америке крайне необходима была наша помощь. Но вместе с тем, значит, новый президент Трумэн, он всячески стремился сдержать, несколько сдержать вот те планы, которые были разработаны нашим генеральным штабом. Как-то в определенные рамки поставить. Конечно, в течение месяца Квантунская миллионная армия была разгромлена усилиями таких наших военачальников, как маршал Василевский, главнокомандующий, как маршал Малиновский, как Пуркаев, генерал. Вот. Все это принесло быструю в течение месяца победу. Маршал Мересков, командовавший Дальневосточным фронтом, внес большой вклад, особенно в освобождение Кореи. Вот. И так Квантунская армия была разгромлена. Ну а дальше что? А дальше была такая договоренность, что мы получим Курильские острова, мы получаем южную часть Сахалина в отношении Хоккайдо, самого северного острова. Договоренности не было. Но у Сталина был план такой, высадить наши войска на Хоккайдо. Но когда Трумэн узнал об этом, то американцы резко воспротивились этому. И чтобы не нарушать договоренности, Сталин отказался от этой идеи. Это одно. Второе. Когда началась Холодная война, она могла в любой момент перейти в войну горячую. Потому что к этому времени американцы разработали план уничтожения Советского Союза, пока у Советского Союза нет атомной бомбы. Особенно напряженным был 1948 год. Вот в этом году было намечено 100 городов к бомбардировке Советского Союза. Но как-то Трумэн удержался от такого соблазна. Хотя американские генералы настаивали на этом. И мы вынуждены были готовиться к тому, чтобы дать соответствующий отпор. А как нам готовиться? Атомной бомбы у нас еще не было. Она была в 1949 году. Ну, испытали ее. Ну, была. Но, во-первых, их у нас еще очень мало, атомных бомб. Во-вторых, средства доставки до Америки отсутствуют. Американцы достанут до всех наших городов. Их базы разбросаны по всему миру вокруг наших границ. Мы до Америки не достанем. Что дальше делать? Как нам быть? И вот тогда стал вопрос о том, что нам надо быть готовым и к отражению американской агрессии. Прежде всего, мы наращивали танковые армии. Потому что, как сухопутной, после Второй мировой войны равных нашей армии не было по мощности. И мы могли эти танковые армады в случае бомбардировок наших городов американцами двинуть на Европу, захватить и западные части Германии, сектора Германии западные, и Францию захватить. И нас бы ничего не удержало. Наши танковые лавины. Никто бы не смог удержать. И Италию могли бы занять. Все бы могли занять. И американцев это сдерживало. Ну, кроме того, значит, вот даже задают такой вопрос, слышали об этом, что мы якобы где-то готовились на Дальнем Востоке. Ну, что надо по этому поводу сказать? Сталин дал приказ сформировать 100 дивизий дальней бомбардировочной авиации. Почему цифру 100? Ну, Сталин любил такие ровные цифры. И вот когда командующий военно-воздушными силами пришел к министру вооруженных сил Василевскому и сказал, что это же невозможно, мы быстрыми темпами не можем все это сделать, в кратчайшие сроки сформировать 100 дивизий, Василевский ему сказал, это решение Верховного. Оно не подлежит никакому обсуждению исполнять. И были сформированы эти дивизии, но не до конца, до конца не успели, это все-таки длительный процесс. А те, которые формировались, их размещали на Дальнем Востоке, на Камчатке и даже на Чукотке, в южной части Чукотки, для того, чтобы наша авиация могла нанести удар либо по Аляске, либо по северной части Канады, либо по западному побережью Соединенных Штатов. Но до западного побережья Соединенных Штатов далеко, и наши самолеты могли долететь, но обратно-то они не вернутся, до заправки в воздухе не было. Обратно-то как быть? И вот разрабатывали такие планы, что обратно летчик должен был повернуть в сторону Тихого океана, выброситься в море парашют, лодка резиновая, а подобрать его должна была подводная лодка наша. Но когда потом просчитали все это, то пришли к выводу, что все это утопия, столько подводных лодок не будет для того, чтобы все это делать. Но вот эти 100 дивизий, которые Сталин дал приказ сформировать и разместить их ближе к границам Соединенных Штатов и Канады, этот приказ действительно был. Но, во всяком случае, все обошлось. Теперь, мне был такой вопрос. Кто придумал термин «холодная война»? Исходит ли он от Черчилля? Вы знаете, Черчилль в 1948 году выступал в Канаде, в городе Фултоне. В присутствии... Он уже, Черчилль, не был премьер-министром Англии. Он уже был просто как политический деятель английский, находящийся в отставке. Всеми уважаемый человек. Его даже сопровождал Труман, президент Соединенных Штатов в Канаде. В городе Фултоне Черчилль выступил, и его речь считается началом «холодной войны». Он сказал так, что Советский Союз опустил над странами Восточной Европы железный занавес. Все. Это отторгнут от всего цивилизованного мира. Вот эти восточноевропейские страны. Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария. Так вот, этот момент считается началом «холодной войны». Но, на самом деле, Черчиллю это не принадлежит фраза. Эту фразу раньше до Черчилля сказал в 1947 году советник президента Соединенных Штатов Бернард Барух. Это уже имя этого человека неизвестно, но фраза, которую он сказал, она до сих пор живет. Значит, кому принадлежат слова «враг будет разбит, победа будет за нами» – Молотову или Сталину? Когда немцы атаковали наши границы, то первым выступил Молотов по поручению Сталина. И в его речи заключительными словами являлись слова «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Но эти слова принадлежат не Молотову и не Сталину, хотя Сталин одобрил. Эти слова принадлежат заместителю наркома по иностранным делам, бывшему генеральному прокурору Вышинскому. Потому что обращение Молотова к народу в связи с началом Великой Отечественной войны готовил Вышинский. Кто такой Вышинский? В прошлом, в прошлом, деятель революционного движения, но принадлежавший к партии меньшевиков. Но человек умный, человек хитрый, блестящий оратор, он быстро переобулся, когда большевики взяли власть, он перешел в партию большевиков. И будучи юристом, он жил и работал по принципу «чего изволите» в отношении сталинских желаний. Он был назначен генеральным прокурором. И вот все эти процессы политические, по которым люди приговаривались к расстрелу, все деятели большевистской партии, старые деятели, государственные деятели, все это было сфабриковано органами НКВД, и в этой фабрикации активную роль играл Вышинский. И вот Вышинскому принадлежат антинаучные такие выражения, что признание подсудимого является царицей доказательств. Нет, это не является царицей доказательств. Ведь человек может оговорить себя. Ведь под влиянием следователей НКВД, которые применяли методы физического действия, короче говоря, пытки применяли, люди признавались в том, чего они не делали, и какой вины за ними в действительности не было, только чтобы их перестали пытать, чтобы им перестали ломать руки, чтобы их перестали избивать. Поэтому Вышинский сыграл в нашей юриспруденции очень реакционную роль. Но Сталин ему доверял. И он даже послал Вышинского в качестве помощника Жукова при подписании капитуляции в Карлхорсте. Жуков подписывал, и ему помогал в этом, в том числе и редактировал все эти юридические документы Вышинский. После смерти Вышинский был похоронен в Кремлевской стене. Урна с прахом его находится в Кремлевской стене. Но сейчас все чаще и чаще Вышинского, это блестящего, но тенденциозного оратора, все чаще и чаще вспоминает очень негативно. Ну вот, наше дело, правый враг будет разбит, победа будет за нами. Эта фраза, конечно, принадлежит Вышинскому. Теперь, читали ли Вы книгу Кейнстута Закарецкого «Третья мировая война Сталина» и правильно ли там описывается все? Да, я читал эту книгу. Могу сказать, что эта книга тенденциозная. Там приводятся кое-какие факты, которые действительно имели место. Но тенденция этой книги такова, показать, что Сталин специально готовил Третью мировую войну, для того, чтобы мировая революция победила во всем мире. Сталин, конечно, готовился к войне, потому что лучший способ сохранить мир – это готовиться к войне, готовиться к отражению, потому что была реальная угроза разгрома Советского Союза с атомным оружием со стороны Америки. Он действительно готовился, но он готовился не для того, чтобы начать войну. Сталин был достаточно разумный человек. Он понимал, что такое война. Поэтому в этой книге можно взять из неё отдельные факты, но тенденция этой книги и делать выводы, она совершенно неправильная. Задают такой вопрос о культурной революции в Китае и что такое особый район Китая. Товарищи, был такой особый район Китая. В Янане, в провинции Янань, прижатый к нашей границе. Значит, коммунисты Китая во главе с Мао Цзудуном обосновались на юге Китая и постоянно вели борьбу с Гаминданом, с Чанкайши, лидером Гаминдана. И когда гаминдановцы прижали 8-ю армию Китая, которая была сформирована коммунистами, то они совершили переход через весь Китай на север и прижались к нашим границам, чтобы в случае необходимости можно было уйти на территорию Советского Союза. И вот эта провинция, которая насчитывала более 30 миллионов жителей, для Китая это небольшая провинция, вообще это масштаб европейского государства серьезного. Так вот, там коммунисты управляли, управлял Мао Цзудун. И там был представитель Коминтерна, Власов, был такой штангист, знаменитый штангист, олимпийский чемпион, был Власов, тяжеловес. Так вот, отец его был как раз направлен в качестве представителя Коминтерна в ставку Мао Цзудуна в эту провинцию Янань. За счет чего Мао Цзудун жил? Разводили мак и за счет наркотиков жили, говоря откровенно. И вот, особый район Китая, есть такая книга, которая была выпущена, и которая рассказывает, как вел себя Мао Цзудун. Мао Цзудун вел себя антисоветским образом. То есть, получается так, Гитлер у стен Москвы стоит, и Мао Цзудун в частных беседах, в застольях, он всячески ругает Сталина, как никчемного человека, который растерял все то, что было создано. И что, наверное, с Гитлером придется устанавливать потом дружеские отношения. Ну, что можно сказать? Знали ли у нас в стране о такой позиции Мао Цзудуна? Знал ли Сталин? Знал. Поэтому, когда Мао Цзудун потом уже, придя к власти, приехал, Сталин его поместил жить на своей даче, но он его не принимал. Долго жил Мао Цзудун, ждал приема у Сталина. Сталин выдержал его долго в приемной, чтобы знал, кто хозяин в мире. И Мао Цзудун терпел, потому что другого выхода у него уже не было. Он был зависим от Сталина, потому что мы поставляли оружие. Так вот, когда началась война с Японией, то перед нами возник вопрос, а кого поддержать? Чан Кайши или Мао Цзудуна? Почему такой вопрос возник? Потому что, когда Коминтерн обязал коммунистов Китая вести борьбу с японцами вместе с Гаминданом, вместе с Чан Кайши, чтобы Мао Цзудун вместе с Чан Кайши вел борьбу с Японией, чтобы удержать Японию от нападения на Советский Союз, от нарушения мирного договора, тогда, когда мы ведем тяжелую войну с Германией, то Мао Цзудун уклонялся от этой борьбы. Он не воевал с японцами. А Гаминдан воевал, Чан Кайши воевал. И вот пока Чан Кайши воюет, Мао Цзудун где-то возьмет и кусок территории у Чан Кайши, урвет и присоединит к своему особому району. И мы тогда, видя, что Мао Цзудун саботирует нашу просьбу, он с японцами не воюет, а воюет Чан Кайши, мы стали оружием помогать Чан Кайши. Мао Цзудун, конечно, заявлял протест, ну протестуй сколько хочешь, но ты не воюешь, ты уклоняешься от борьбы. Мы стали Чан Кайши помогать. Чан Кайши добросовестно воевал. Но когда стали громить японскую армию, и возник вопрос, кого же нам поддерживать? Или Мао Цзудуна, или Чан Кайши. А Чан Кайши стал склоняться к Америке, то мы решили поддержать коммунистов. А что касается самого Мао Цзудуна, то наше партийное руководство рассчитывало, что придя к власти и получив реальную помощь от Советского Союза, а Советский Союз привел по существу к власти Мао Цзудуна. Мао Цзудун либо изменится, либо здоровые силы в Компартии Китая свергнут Мао Цзудуна. Но не получилось ни того, ни другого. Значит, Мао Цзудун не изменился. А оппозиционным силам не удалось Мао Цзудуна свергнуть. Правда, был такой момент, когда оппозиция во главе с Лю Шао Цзи, сторонником Советского Союза, когда она оттеснила Мао Цзудуна с государственного высшего поста, с должности председателя Китайской Народной Республики. Он остался только руководителем партии коммунистической. Но, тем не менее, при нашей коммунистической системе, которая была, реальная власть все-таки находилась у руководителя партии. А руководитель государства должен был выполнять те решения, которые партия принимала. И Мао Цзудуну удалось оттеснить Лю Шао Цзи от власти, затем оттеснить других людей, которые были настроены дружески в отношении Советского Союза, и были настроены против того, чтобы порывать отношения с Советским Союзом. Но Мао Цзудун подчинялся Сталину. Он считал, что Сталин, во-первых, имеет большие заслуги как полководец, во-вторых, он деятель более опытного революционного движения. Он подчинялся Сталину. Но когда Сталин умер, то Хрущеву Мао Цзудун отказался подчиняться. И объявил Хрущева ревизионистам, и внесли раскол в мировое коммунистическое движение. Но получилось следующее, что внутри Компартии Китая началась зреть оппозиция против Мао Цзудуна. И как расправиться с этой оппозицией? Оппозиция набрала такую силу, что Мао Цзудун уже справиться с ней не может. И тогда Мао Цзудун сделал ставку не на партию, а сделал ставку на Китайскую Красную Армию. И он призвал армию на помощь и объявил школьникам, студентам, бросай учебу, идите громить партийные комитеты. Там сидят лица, которые выглядят красными, выглядят коммунистами, а на самом деле хотят идти по капиталистическому пути. Громите их. Это все враги китайского народа. И что тут началось? Ну скажи молодежи, кончай учиться и иди громить. Разнесут, камни не оставят. И вот началась кампания разгрома противников Мао Цзудуна. Высылки их в деревню, издевательства над ними, повального избиения, разгрома партийных комитетов. Но назвали это культурной революцией. Никакого отношения к культуре она не имеет. У нас тоже была культурная революция вместе с индустриализацией, с коллективизацией. Культурная революция – это вооружение людей грамотностью. А здесь наоборот. Китай отстал очень сильно, потому что пока жив был Мао Цзудун, пока молодежь вместе с армией громила партийные комитеты, она не училась. И потом получилась такая картина, что Китай очень отстал в интеллектуальном уровне. Но когда Мао Цзудун умер, и когда постепенно к власти пришел Дэн Сиапин, этот умный очень руководитель, который сумел потом так провести реформы, что Китай не только восстановил потерянное, в том числе и в интеллектуальной сфере, но и стал второй супердержавой мира. Ну, об этом будем говорить позже. Вот что такое культурная революция в Китае. Это хулиганские действия молодежи, поддержанная армия, это расправа над личными противниками Мао Цзудуна. Ну, на этом я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok